привет привет сейчас ждем Ларису лариса у нас девочка 50-го года рождения когда некоторые говорят что я бы конечно зашла на сухие ли зашел на сухие но вот у меня возраст метр например 50 старше 60 и вот с такими вот высказываниями я как раз попросила лариса группы ступи грушку чтобы не посмотрели к тебя как пример что можно это делать не страшно главное чтобы это все было очень экологично очень мягко очень с умом и тогда все будет замечательно у нас запущен эфир на youtube канале вот и как раз лариса у нас девочка 50-го года рождения которого нет желчного пузыря с 2005 года и она очень длительные достаточно длительные сухие дни проводит очень комфортно и очень легко такие как 7-9 дней для нее это вообще как бы здорово сейчас мы подождем пока она присоединится к нам привет привет потому что мне кажется что опыт каждого он очень важный кто-то что-то для себя всегда найдет что касаемо именно его и это действительно очень ценная информация но подписывайся вот я тебе скинула который аккаунт подписывайся и заходи школа автономии но ты в поисковике набирай и подписывайся давай я тебе сейчас видео скину я вот и подписана давай щаски у нас готовность пока никак а Продолжение следует... Как вы думаете, сухое голодание может вылечить ВИЧ? Ребят, я абсолютно уверена, что... Я абсолютно уверена, что... Может быть, не во всех случаях, но во многих сухим голоданием можно вылечить ВИЧ. Почему я так говорю? Потому что я работала с мужчиной, ему 45 лет. Он уже очень длительное время, у него есть этот недуг, как он ВИЧ-инфицированный, очень много лет. И у него были... Он уже ушел на сыроедение, то есть у него были практики сухих дней, но такие один-двое суток. И он отказался от лекарств. Он отказался от лекарств, и его анализы, они... Они ухудшались, постоянно ухудшались. И мы с ним сначала провели индивидуальный марафон один, когда он вышел первый раз на пять сухих дней. И после этого он сдал анализы. После этого он сдал анализы, и мне кажется, я его очень сильно ждала, больше, чем он. Потому что он говорит, ну что там пять дней, что там один раз пять дней. Я говорю, ты что, после 48 часов начинают клетки, с ним происходить то-то, то-то. Они начинают там... Здоровые клеточки больные, они начинают поглощать. И все, ему давай рассказывать это. И вроде бы он говорит, ну я, говорит, буду очень рад, если... Если у меня хотя бы процесс остановится, то есть не будет вниз, в худшую сторону расти. Потому что иначе я уже не знаю, что говорить врачу, потому что я не пью лекарства, она хочет мне сменить терапию. И все в этом роде. Но так как анализы делаются достаточно долго, мы через какой-то промежуток времени, через несколько дней, зашли с ним вновь на сухие дни. Но это уже были семь дней. И вот как раз он только вышел с семи дней, и через два дня он поехал ко врачу. И это была победа у него не в том, что приостановилось, не в том, что ухудшения приостановились. У него были незначительные, но улучшения. И это, конечно, мне кажется, это грандиозно. Это еще один повод, это еще одно подтверждение. И в следующий раз, когда он будет уже сдавать анализы, то есть мы уже на семь дней сходили, в следующий раз сейчас он, все равно психика должна восстановиться. Потом пойдем с ним на девять дней. И это, конечно же, победа. То есть я сейчас в своем пути закрепилась абсолютно полностью. Я это чувствую по себе, я это вижу по людям, как они меняются, как они исцеляются. И это круто, ребят. Когда ты это видишь, это действительно круто. Роза, Света, конечно, очень интересно послушать Лариса. Я не знаю, кто-то Лариса. Света, скажи, пожалуйста, еда для тебя сейчас что? Как ты ее ощущаешь? Спасибо. Еда – это еда, просто еда. Я готовлю. Так, Ларисочка, ты присоединилась. Теперь тебе нужно отправить запрос на принятие в эфире, на участие в эфире. Еду я готовлю. Я готовлю практически каждый день своим детям. Это неотъемлемая часть моего быта. Я точно так же мою полы, но я не пью эту воду. Я точно так же прибираю, стираю. Все то же самое, как у всех. Просто сейчас у меня нет ограничений по еде. Если я захочу, я покушаю. Но у меня всегда есть выбор. Хочу я покушать, либо я хочу еще достигнуть каких-либо состояний. И я всегда выбираю состояние. Пока я выбираю состояние. Пока не знаю. Неужели что-то получается? Да, только ты камеру на себя должна перевернуть. Да, а как это сделать? А у тебя такие две стрелочки должны быть друг за друга, вот так вот. И ты на них должна нажать, и камера перевернется на тебя. А, все, есть. Все, вот. Неужели? Я уже так разволновалась, что беда просто. Ну ладно. Добрый вечер. Так, у меня такое же очень-очень интересно послушать. Ларисочка, расскажи, пожалуйста, кто ты, сколько тебе лет, почему ты начала заниматься практиками в цехе в дней. Рассказывай все, и я тебе буду по ходу еще задавать вопросы, если какие-то будут еще поступать. Хорошо. Ну, я девушка великовозрастная, как уже было сказано. Мне ровно 71 с половиной лет. Практикой я стала заниматься с 82-го года. Но тогда это называлось голоданием. То есть мне было 30 лет, и я заболела туберкулезом. Год пролежала в одной больнице, потом три месяца в другой больнице. Мне сделали операцию, и получилось так, что у меня началась... Время идет, мне все хуже и хуже. У меня началась астма, там было много всяких сопутствующих болячек. Лекарства неимоверно сколько ставили, всякие там, ну, в общем, лечили. И мне сказали, в Черкассах, говорит, есть дяденька, который может тебе помочь. Ну, что такое Омск, что такое Черкассы? Три часа лета, и ты там. И я вот прилетела в Черкассы, имея только номер телефона, прилетела. Ну, в общем, встретилась с человеком, Владимир Иванович его звали, дай Бог ему здоровье сейчас. И он, просканировав меня, сказал... Ну, а представляю, вы даже представить не можете, 80-й год, 82-й год, накануне, как раз ноябрьский, вот, собственно, в это же время. И я ему объяснила... Время, я даже не стала ему объяснять ситуацию. Он мне сам рассказал про меня, всё, просканировав меня. И сказал, говорит, если хочешь жить, вот, проголодай. 5 дней, 15 дней и 21 день. Сказал, как это делается. И, в общем-то, я прямо у него пошла в голод. Ну, это было водное голодание, в общем-то, с клизмами, с прочисткой. Ну, тогда были в основном клизмы. Я так это сделала. Мартын, прекрати. Я проголодала, всё нормально. И у меня, вот, представляете, 5 дней, 15 и 21. То есть 5 дней проголодала, 5 дней вышла. Затем 15 дней снова вышла. На 15 дней и 21 снова вышла. Я не просто порхала. Во-первых, у меня прошла астма. Астма — это такой страх, это такая паника. Она даже не столько... И она же ночью приходит. Самое-то страшное. Только заснёшь, это вообще... Это страшно. Это просто страшно. Ну, тебе не надо объяснять, ты знаешь. И тем более, у меня уже собирались на гормоны. А я гормонов, я боялась больше ещё, наверное, чем астмы. Вот. Ну, одним словом, я вылечилась, я запорхала. У меня производства, дела великолепно пошли. И, надо сказать, очень творческие работы пошли. И даже сказки стали сбываться. Ну, какие-то сказки. Тогда вообще наши мозги все были направлены на производство. Семья — это вот туда, куда приходишь поспать, проверить детскую работу, там я имею в виду школьные дела, и снова на работу. Вся жизнь была сосредоточена на работе. Всё это продолжалось до 93-го года. Всё было замечательно. В 93-м году, ну, у меня снова, мне поставили диагноз онкология, грудная железа. А тут и положили в больницу. Ну, это была такая страшная больница. Я там пролежала ровно день или два там, я вот не помню сколько. У меня приехали ребята с казахстанами, я работала. И там как раз открыли новую больницу при нефтезаводе. Павлодаре. И я туда. Они меня туда отвезли. Я туда приехала, вот как по заказу. Значит, там появляется Юрий Анатольевич, который решил делать научную работу. И именно по голоданию. Но он нас собрал там несколько человек. Ну, в смысле, прошлись по палатам, объявили, кто хочет на эксперимент. Но я за любой кипиш. Значит, он нас собрал, спросил, кто знает про голод. И мы пошли на голод. Причём голод, не просто голод, вот тогда был сухой. Сухой голод, значит, проголодали. В начале, в смысле, не в начале, в общем, 17 дней мы у него проголодали. Зашло нас что-то много, осталось нам 3 человека, кажется. 3 или 4 человека осталось тут до конца. Но надо сказать, что он был с нами безвылазно, сутками. Где-то сказками, где-то ласками, где-то матом он нас гонял. То есть там на реке была, я не помню, какая речёшка, в общем, Теренкур, так сказать. 17 дней, в общем, я там пробыла. Выходила я, наверное, дней 10 и потом домой. Он мне сказал, что проголодаешь ещё 14 дней и 10 дней проголодаешь. Ну, в общем, я это всё сделала, а спустя полгода я пошла к врачам. Ну, они мне поставили, что ошибочно поставленный диагноз. То есть я не болела. Хотя надо сказать, что у меня из груди там вышло, ну, много чего вышло, всякого дерьма. Вот, всё было замечательно. А потом, значит, в пятом году у меня были очень мощнейшие такие потрясения. То есть, а я занималась бизнесом. Ну, каким бизнесом? Производственным бизнесом. Ну, у меня были очень крупные неприятности, вплоть до уголовных дел. Там, ну, в общем, много чего было. И в результате у меня, в общем-то, приступ начался. День болит, два болит, правый бок. Уже температура началась. Я, значит, вся не какущая. И мои вызвали скорую. Приезжает скорая, говорит, у вас аппендицит. И, может быть, даже порвался. Ой, разорвался. Ну, ладно, я, значит, у меня под белые рученьки и в больницу. Меня привозят в больницу. Буквально сразу чуть ли не на стол кладут. Вот. Но приходит дяденька в белом халатике с масками на лице. Потрогал, пощупал, пропальпировал и говорит. У неё желчные. И меня уже приготовили резать на аппендицит. Но порезали мне бачару и удалили несколько камней. Причём самое удивительное, что эти камни, они, вот знаете, как и кримки, состояли из более мелких камней. Ну, в общем, мне удалили желчные. Это был пятый год. А в... Ну, то есть всё опять... Всё нормально идёт. А тут в восьмом году у меня снова такие крупные, хорошие потрясения. И у меня начинается артрит. У меня, во-первых, в начале началась сосудистая дистония. Это такая страшная штука. В каком плане страшная? Что ты вот за рулём едешь, машину выключила, а у тебя такое впечатление, что она продолжает двигаться. Идёшь, если по улице, деревья шевелятся, и вот, ну, тебя штормит. Ну, в общем, там было много чего. Но я уже в это время опять начала. То есть всё это время я продолжала периодически голодать, чиститься. Но чистилась именно на воде. Я воспринимала всегда голодание как чистку. Почему? Потому что, в общем-то, когда я первый раз проголодала, вот, в 80-е годы, литературы было очень мало. Но мне опять-таки повезло в том плане, что мне попались книги в Санкт-Петербурге, на тот момент ещё в Ленинграде, была военная медицинская академия. И там кафедра пульмонологии, и там был Войтович, ещё много авторов. И у них были работы научные. И я как раз, я работала с Новосибирским, с Академгородком, в Академгородке, в библиотеке. Я брала их работы именно целенаправленно. И я настолько у меня в голове это отложилось, что все болезни от грязи. То есть вот от зашлакованности нашего организма. Вот так у меня сложилось впечатление. И поэтому я периодически чистилась. Но я же была в СИЭД. Я и сегодня, в принципе, в СИЭД, если так разобраться. И я себе ни в чём не отказывала. Где-то надо было печенью работать. Я печенью работала, когда уже бизнес был. А когда вот у меня в 2008 году я встать не смогла и пойти, как обычно ходила, когда это со мной случилось, ну куда обратилась? Опять вначале в больницу, во-первых. Что это такое и с чем это едят? Ну, представляете, здорово-здорово, потом бац, и ходить не можешь. Вот. Произошла такая ситуация. Ну, когда я посмотрела, что-то они мне означали таблетки. А надо сказать, что я все эти годы таблеток вообще не ела и не знала, что это такое. Ну, и опять-таки, вся причина заключается в том, что на себя, любимую, на своё тело никогда внимания не обращали. То есть мозги сами по себе, тело само по себе. И вообще вот какой-то такой раздрайв. И я стала понимать, что что-то я не догоняю, что-то я не делаю. Хотя вот у меня очень чётко было понимание, что только чистится, другого ничего нет. То есть только голодание. И вот когда у меня с ногами-то вот эта беда случилась, и с головой я в какой-то момент ощутила себя овощем. Вот именно овощем. Другого слова я подобрать-то не могу. И мне так стало страшно, что я овощ. И я опять плотно взялась за голодание. Мне опять помогло. У меня опять всё хорошо. Я опять здоровая. То есть и давление у меня упало. А то поднималось до 200 давления. Всё замечательно. Но потом я стала... Уже появилась литература по голоданию. Уже появились какие-то, ну, будем говорить, блогеры, не блогеры. Но люди, которые этим занимаются. И у меня возник вопрос. А туда ли я иду, и какие я делаю ошибки? Ну, чтобы понять, какие ты делаешь ошибки, я, значит, первое, что я нашла в интернете, это Ворошилова. Я послушала, я взяла у него урок, будем так говорить. В принципе, он сказал всё то, что я делала. Единственное, вот, допустим, эту лягушку, упражнение лягушки, я не делала, движение животом. А всё остальное я, в принципе, делала. И тогда, ну, как-то сухой голод я особенно не принимала. Ну, вот съездила я, вернее, послушала я его работы. На следующий год я поехала в центр Неумывакина. Ну, я посмотрела, ну, прекрасно это в Вятке, бывший город Кирова. Всё было замечательно, но мне они показались такими лёгкими движениями, их движения, то есть я более жёстко чистила себя. Потом мне, значит, но я вижу, что промежутки, то есть я, как, периодически голодала. Допустим, в квартал один раз, ну, дней по 15, когда 10 дней, когда на сухом, когда на водном, по-разному. В зависимости от того, как у меня начинают болеть. И вообще я всегда чистку использовала вместо таблетки. То есть таблеток я вообще не пила. За всё это время я их практически не пью. Вот. Да, именно практически не пью. И вот, значит, после центра Неумывакина на следующий год, то есть у меня вот так по годам получилось, я, значит, к Рапаеву съездила. Я услышала, ну, в смысле, не услышала, в интернете нашла, что Рапаев голодает там уже большое количество времени. Я думаю, как же это так? Я по такому большому сроку у меня такого никогда не было. У меня так, ну, говорю, 21, это вот стабильно. А тут ещё появилась Марва Гонян. Ну, мне очень понравились её беседы, её лекции, всё. И я, значит, когда пошла по её рекомендациям, эти 17 травок, ну, я вообще лодорь со страшной силой. и я уже стала, вот 5 лет я голодала по 45 дней, от 40 до 45, когда раз в год. Ну, помимо этого, я последующий там в месяц, квартал это тоже делала, но чтобы на большой такой срок, вот только это меня сподвигнуло Марва Гонян. И тут, значит, я нахожу Лапшинова Дмитрия, что он 4 года не ест. Я думаю, как же так? Ну, вообще, поехала-ка я в Санкт-Петербург к нему. Мальчик мне очень понравился, такой приятный, такой вот чистый, такой светлый, ну, но он такой труженик, но я-то лодорь. Я-то, чтобы упражнение каждый день, это не мое. Мне надо вот и все сразу. Вот, съездив к нему, я не воодушевилась, честно сказать, но восторг от него, я, конечно, пришла. От его трудоспособности, от его труда, ну, я уважаю тружеников. Вот, после этого, это было в 16-м году у меня, в 19-м я услышала в интернете про Зелевич. Ну, девочка чудесная, но это не моя чистота. То есть, люди, которые, которые мне нравятся, но я с ними общаться не могу, просто я считаю, что это не моя чистота. То есть, люди все с определенной чистотой живут, это вот не моя чистота. Затем, я в 20-м году нашла в интернете опять Андрей Далматов. Мальчик мне очень понравился, вот очень понравился, но больше всего мне понравилось, когда он заявил, что кофе это оклеветанное, что на кофе наговор сделали, что кофе очень полезный, и он голодает, он предлагает голодать на соли, используя, используя морскую соль и используя кофе. я попробовала в течение, наверное, месяца полтора, я продержалась, но соль мне не пошла совсем. Если кофе мне, конечно, хорошо шло, соль мне не пошла. Вот, эта методика тоже, значит, не моя, ну, так я рассуждаю. И что я могу сказать? В 21-м году, но в 20-м году, в 20-м году я Новый год встретила на каблуках, то есть все было замечательно. В 21-м году, то бишь в этом году, у меня случилось опять мощнейшее одно потрясение, потом второе, третье, короче говоря, вот с 27-го января меня так тряхануло, что мама не горюет. И настолько тряхануло, что я расплылась, расползлась и не могла себя взять в руки. Не могла я взять, но я знаю, что мне надо выходить из этого состояния. Я поехала в центр Щельникова, Щельникова, в Кисловодск. Изумительный подобрался коллектив, 12 человек было, изумительные люди разновозрастные, но я, конечно, как всегда, самая молодая была там. И ходили мы, а инструктор у нас был потрясающий, вот потрясающий человек. Во-первых, он хорошо знает окрестности Кисловодска, и я там проголодала 10 дней, там тоже сухое. И тут я, возвратясь, это был август, начало сентября, встречаю тебя. Но ты человек моей чистоты. Ты уж извини, что я так говорю, что ты, но так оно и есть. И когда я к тебе пошла на учёбу, ты подобрала исключительно людей моей чистоты. Вот такая группа собралась, это мечтать только о таком можно. Самое главное, что я уже к этому подходила, то есть я встречала ещё на просторах интернета Лёша Федотов. Он как раз мальчик вышел из этого ревматоидного артрита. Но ты понимаешь, есть люди, которых ты слышишь, а есть люди, которых ты не слышишь. Ты можешь слушать 10 раз. Вот я специально Анастасию слушала 10 и больше раз некоторые её лекции. Но вот я её слышу, я её слушаю и не слышу. До тебя, тебя я вот сразу услышала, но самое поразительное, что услышав тебя, услышав, что страхи, что мозги это самое главное. Я сразу, естественно, собачье сердце вспомнила Филиппа Филипповича, который говорил, ребята, нельзя читать газеты, когда вы кушаете, нельзя слушать плохую информацию и так далее. То есть вы настолько, ты вот с Булгаковым у тебя настолько вот, как тебе сказать, в изложении информации потрясающее сходство, вот и тебя слышишь, самое главное. Слышишь и любуешься тобой, и ты понимаешь, на подготовленную почву легла благодатная информация. Это произошло со мной. То есть если я раньше, вот проголодав, ну практически у меня 40 лет, я никогда не задумывала, что надо работать мозгами. Я просто знала, что это таблетка, которая мне всегда помогает. И мне было легко, хорошо и вообще замечательно. Но вот я, допустим, что в самолет сажусь. У нас, во-первых, в доме никогда не было таблеток. У нас что в аптечке лежит? У нас в аптечке лежит йод, бинты, зеленка, перекись. Все. Да, я там пробовала и перекись пила когда-то, и соду когда-то пила. То есть вот, ну такими вот баловалась. затем пчелиная, что-то, чтобы иммунитет поднять. Но я хочу сказать, что я до 17-го года работала еще. Ну, когда вот с тобой пообщалась, ты знаешь, ты меня заставила задуматься, а почему я всем этим болела? То есть, ну да, я работала с вредным производством у нас. То есть соли, водные растворы солей и металлов. Причем металлы разные. Это химия, это токи, высокие токи до 5 ампер. То есть это все, да, это загрязнение мощнейшее. Но самое главное, это, конечно, было в том, что психи, нервные потрясения и невысказанность. Вот ты знаешь, вот смешно сказать, я от тебя, Мартын, ну ты наглый. Ну это Мартын называется. Вот. Слушай, ну надо быть какой слепой, чтобы вот этого вот не осознать и не увидеть. Но действительно, вот абсолютно все мои болячки, все мои болячки, это все выскочили после того, после хороших, хороших нервных потрясений. То есть у меня мало никогда не было. Мартын, ну уйди. Вот, сейчас он устроится. Ну вот, наверное, все я свою историю рассказала. Мне единственное, что мне очень прискорбно, то есть когда я приехала после своего голодания и когда я своим... Уйди! Когда я своим стала рассказывать, ну по работе, были такие, потом это уже мне потом, люди удивлялись, молчали, где-то улыбались, где-то что-то, потом уже вплоть до того, что они потели тебе в психушку. Такое было. Было это буквально через три года, потому что на протяжении трех лет это 83-й год, до 85-го года. Ну, в общем-то, как-то с улыбкой на меня смотрели. Хотя, вот я настолько была искренней, я и сейчас абсолютно искренней, и кроме как голод, я никакой другой таблетки не признаю. Да, можно называть как угодно, это именно чистка, это самое главное. Это вот Войтовичу спасибо, это вот пульмонология военная, медицинская, какие у них работы мощнейшие. То есть, я не медик, и поэтому изъясняться этим языком я, конечно, не могу. Что еще нужно сказать? Вот тогда, сейчас я, сейчас ведь я же с людьми езжу, допустим, мы выезжаем в профилакторию здесь, ну, у нас есть коллектив небольшой, люди продвинутые достаточно все. Когда я им говорю про голодание, да ты что, ну, зачем это надо, да вот есть БАДы, да третий. Ну, зачем тебе БАДы, ты еще больше себя заширяешь. Они видят, что я с ними вместе выезжаю, что я не ем, они так на меня смотрят, ну, зачем ты себя мучаешь, ты же все равно потом будешь есть. Да, я буду есть. Но, извини меня, в квартире ты тоже убираешь, вначале пол помоешь, а потом опять пакостишь. Да, конечно, может быть, можно и не все единым заниматься, но ты понимаешь, какая удивительная вещь. Ведь я стала с тобой общаться, я это так могу сказать, ведь я действительно сейчас вот сижу в основном на коктейлях, в основном на коктейлях, на зеленых, на смузи вернее, вот, и, ну, мясо я, у меня к мясу никогда тяги такой не было, то есть я сейчас варенки вообще нисколько не ем, и я хочу сказать, что вот из того состояния, в которое я попала в этом году, я ведь стала вылазить, то есть у меня вот сейчас появилась энергия, я вот с первого числа я снова зайду на сухое, то есть это у меня уже четко, то есть я сейчас просто чаще, чаще, чаще буду заходить, и ты знаешь, вот я когда Зелевич-то послушала про то, что не спать, но в моих мозгах вот это не укладывалось, совсем не укладывалось, а с тобой как-то у меня вообще вот как само собой разумеющееся, вот понимаешь, у тебя такой дар хороший, ты как-то вот его развивай, правда-правда, ты знаешь, ну я тебе очень признательна, я говорю, любовь с первого взгляда, замечательно, ну вот, наверное, всю историю я свою рассказала. Здорово, я сейчас быстренько ответю на вопрос, я уже перелистала, не помню, кто задал, после четырёх дней сухих кто-то написал, что судороги в верёбрышке и на ногах судороги, это после четырёх дней сухих у вас организм не может напитаться водой, то есть не организм, а мышечная мышечная ткань не может напитаться водой, и поэтому, если вы сделаете просто стаканчик, сделайте, туда выжимите пол лимончика и ложечку мёда, вот кисло-сладкую вот эту водичку попейте, и у вас все судороги сразу же прекратятся. Так, я ответила. Ну, спасибо тебе огромное за твой рассказ, я хочу, чтобы все услышали, а запись будет, а то они сначала смотрят, да, конечно будет. Я хочу сказать, что люди добрые, не надо есть таблетки, лучше ограничьтесь в питании себя, и всё будет замечательно. Вот такое у меня обращение к людям. спасибо. Спасибо. Самое главное, не боялись, а возраст это всего лишь цифра в паспорте. Да, 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 да. Спасибо. И то, что касаемо желчного пузыря, то есть, ребята, тоже смотрите, слушайте себя, свои ощущения, и не обращайте внимания, кто вам что-то говорит. Всё внимание, фокус внимания обязательно на себя. Если вы чувствуете, что вы идёте правильно путём, то не ставьте себе ограничения те, которые не предназначены для вас. Я тебе, Ларисочка, благодарю. Я буду сейчас завершать эфир, потому что у нас следующая будет конференция англоязычная. Не знаю, открытый это эфир будет или нет, пока даже не смотрела, потому что ещё пока в бегах. Мы тебя обязательно ещё раз пригласим, мы насобираем вопросы, тебя пригласим, мы с тобой не прощаемся, потому что мы с тобой уже связаны. Спасибо. Спасибо тебе огромное, и спасибо, ребята, что были с нами, очень приятно, что вы нас смотрите, очень приятно, что интересно, потому что та информация, которую мы даём, всех обнимаю, всем спасибо, Ларочка, спасибо тебе огромное. Всего доброго.